Вообще говорят, что театр погибает, так же, как поэзия в нашей жизни. Меньше и меньше становится людям нужно как бы. Но я очень хочу верить и верю, что нужно и будет нужно. Юра Терачинскайте – театральный художник, сценограф из Литвы. Работала над проектами в Беларуси, Польше, Франции и России. Также создает и оформляет книги. В Могилевском драматическом театре выступила художником-постановщиком нескольких спектаклей, в том числе «Женщина моря» по Генрику Ипсену. Все дети рисуют. Некоторые потом не рисуют. А я дальше рисовала просто. Я думаю, главное, чтобы жизнь и обстоятельства не уничтожили. Что заложено в ребенке. Вот как бы, чтобы сохранилось вот это открытое и детское воспринятие мира. Открытое и живое. Которое есть заложено во всех детях. И вот у которых это остается на всю жизнь. Больше, меньше. Вот тогда из этого, я думаю, вырастает творчество, наверное. Но, сомненно, что-то дано нам природы, в большей или меньшей степени. Какие-то вещи внутри. Кто каждый может или нет. Но творчество есть повсюду. Какой бы профессией человек бы не занимался, творчество нужно. Театральный художник. Специально сопоединяет очень многое. Очень многое. Все виды искусства и общение с людьми разных-разных профессий, от которых очень многое узнаешь. Узнаешь много людей. И общение дает творческую. И как человек очень многое. В театре, когда общаюсь с людьми, работаю с ними, даже с которыми не работаю, начиная от дежурных, и актеры, и все-все-все, вот по капельке. Это слаживается все. И это вот совместно дает такое общее. Атмосферу воздуха этого. Что ты можешь в этом как бы растаиваться, да, и что-то собирать вокруг себя. Женщина моря. Не знаю даже, как сказать точнее. Но море мне как-то очень необходимое. И какое-то очень для меня и мое. Вот. Так что этот материал очень был близок мне во всех отношениях. И много вещей, которые используются сцены, сделаны из морских, да, например, гнездышко. Это из трав, которые растут на дюне около моря. Корни, которые висят на ветру. Из этих я воплетала гнездышко. Хика. Ты смотришь, ты девчонка. Ты смотришь, Ты совсем с ума сошла, ведь он может услыхать. На вид вам как будто лучше. Да, мне становится все лучше. Там открытое море. Правда здесь красиво. Чудесный, дивный вид. Не пойти не туда, Ирина. Нет. Я, пожалуй, останусь здесь. Доказываю жизнь, что так оно есть. Не случайные случайности. Или случайная не случайность. Ну, это то же самое, наверное. Любимые места Могилева. Любимое место – театр. Но иногда хочется отойти от театра. Особенно мне нравится театр вечером, когда я остаюсь в театре. Одна. Нет, днем я тоже люблю, когда есть люди. Тоже люблю. А так – рынок. Рынок, да, где я могу ощущать людей, с ними говорить, общаться. Я ходила в вещественный рынок, да, где много чего-то находила. Какие-то случайные интересные находки, которых я приобщила к сцене. Потом церковь наверху, когда поднимаешься с гору с синими головами, в которой можно в тишине сидеть. И эти улочки спускаюсь вниз. Вода реки, на которую можешь как-то… На воду всегда можно долго смотреть. Подоконник моей квартирки, где я живу. Я живу в старом городе. И когда сижу в бывший монастырь 17-го третия. Теперь жилой дом, естественно. Был когда-то монастырем женским. И особенно рано утром. Но рано утром я очень резко стою. Это для меня трудно. Хотя очень хотела бы уметь вставать рано утром и все вставающее ощущать. Это редко получается. Или поздним вечером, когда все затихает, тишина. Сидишь на подоконнике, открытым окном. И слышишь колокола из кафедральной площади. Ну вот, наверное, так. Дом и звон колоколов. Моя литература. В школе просто я, да и теперь люблю. Очень и очень любила ремарка. Три друзья особенно. Потом как-то по годам уже по восприятию. Опять же, как бы, со временем меняется. Что-то отходит в тень. Что-то выявляется больше в свет. То, что, как бы, созвучие для того, что тебе в этот данный момент, да. Обычно читаю по нескольку книг. Или не читаю. Они просто лежат на подоконнике. Ну, я очень любил маркеса. Стулета диночества и пралиубов и другие демоны. Так, кунтеру, банегута. Кавку. Многих. И еще сказки. Сказки Андерсона, бессомненно. Сказки Гауфа. Мама читала, когда я болела в детстве. Вот. Так что я совершенно согласна с Эйнштейном. Когда его спрашивали, как можно вырастить умного человека, ученого, он говорит, читать сказки. Я в этом совершенно согласна. Творчество без границ. То ли во Франции, вне культуры, где я работала, то ли в Америке, где делала выставку. Просто путешествовала и сталкивалась с людьми творчества. В Румынии, в Македонии, у нас, у вас. Есть вещи очень, ну, как бы такие же связывающие. Опять же, наверное, через какую-то наверное, любовь. Любовь в таком широком смысле. с которой только, я думаю, только с любовью можно что-то вырастить. Чтобы вот этот росток рос. Мукам творчества освещается. И сплю, и не сплю. И ничего не делаю. Бывают такие пустые моменты, когда вообще ничего не делаю. И всегда, мне кажется, перед каждой работой, что я ничего не умею абсолютно и не могу. Потом я так задумываюсь. Да, но я что-то же сделала. Значит, ну, что-то должно получиться. Но опять теряется эта вера. Хожу, просто живу, общаюсь. не общаюсь, бываю в одиночестве. Люблю одиночество очень. Еду к морю. Иногда, когда получается, хожу. это мне очень как-то, ну, по мне. И тогда вдруг, не зная чего, что-то, иногда это уже по времени, так-то поджимаешь, ты еще ничего не можешь, и кажется, что вообще ничего не можешь. А потом как-то все слаживается, и что-то уже, вдруг, входишь, что-то из всего этого, что ничего не делая, потом что-то делая, вдруг что-то опять делаешь. Деньги и их отсутствие. Как вот мой учитель по рисованию в первом курсе, Стасис Кузьма, наш известный скульптор, которого уже нет, к сожалению, он говорил, самые худшие условия для художника, для человека в искусстве, самые плохие условия. Ну, это можно согласиться или не согласиться, естественно. Я и соглашаюсь, и не соглашаюсь. Но по большому счету должно чего-то, наверное, не хватать, и денег, и времени, и многое чего, чтобы чего-то еще хотеть, к чему-то, стараться приблизиться. А деньги, да, нужны. Когда у меня ехать, они скоро где-то уходят, наверное, как у всех. Потом сижу так, думаю, да, нужно было бы, нужно что-то делать ради денег, считать деньги, да, и опять не получается. Что такое успех в жизни? Наверное, успех в жизни, что вообще тебе дана жизнь? Самый большой успех. И что пока ее еще иногда больше, иногда меньше, ее чувствую. Самый большой успех, мне кажется, что вообще жизнь, да так много. Про любовь. Наверное, сохранить в себе и вокруг себя любовь. не к себе, как теперь говорится, вот, любить себя. Нет. Я думаю, просто любви внутри, что вокруг себя ощущать, иногда болезненно, иногда радостно. любить своих родных, любить те, которые рядом. Иногда это очень не получается, естественно. И очень больно бывает, когда у тебя не получается это. Ну вот, да, желаю любви. Ну да. Вот что-то самое-самое живое, что есть. и во мне, и во всех. Спасибо.